Привет, ребята! Сейчас где-то половина 12-го, 22-го ноября 2019 года. Ливон Лубабян, опять у меня есть немножко времени, сейчас, может, полчаса, поговорим немножко, расскажу вам интересные вещи. Вот он, интересный человек, очень controversial, как здесь говорят, но нам он очень-очень полезен, очень нужен. Его зовут сенатор Роберт Менендес. Он задает вопросы кандидату в послы Соединенных Штатов Турции и задает ему прямой вопрос. Признаете ли вы геноцид армян в Османской империи? То есть сенатор Менендес задает этот вопрос кандидату в послы Соединенных Штатов Турции. Эти слушания были в Конгрессе, в Сабкомитете Сената Соединенных Штатов по иностранным делам, как сообщает армянский отдел радиостанции «Голос Америки», Voice of America. Сенатор обратился с несколькими вопросами к этому кандидату на пост посла Соединенных Штатов Турции Дэвиду Майкалу Соттерфилд. Соттерфилд. Дэвид Майкал Соттерфилд. И, значит, его назначение, естественно, зависит от очень многих факторов, а одним из них является поддержка Сената. Вы видите, как здорово здесь в Соединенных Штатах людей вот так вот вытаскивают, то, что я вам в Армении предлагаю, на поверхность. И слушают все, что говорят. Сенатор Менендес спросил кандидата, признает ли он уничтожение полтора миллиона армян, которые были убиты между 1915 году и 1923 году. В ответ кандидат Дэвид Майкал Соттерфилд сказал, что он об этом преступлении знает и признает этот факт. Ну, слушайте дальше. «А признаете ли вы это, что это геноцид?» – спросил сенатор. Значит, отвечает Соттерфилд. Президент Соединенных Штатов сказал… Вы смотрите, как он хитро отвечает. Президент Соединенных Штатов сказал, что это наиболее страшные преступления против человечности в 20-м столетии, и я буду следовать этим замечаниям. Он добавил, что эти замечания находятся в прямом понимании того, как это представляет себе вопрос американское правительство сегодня. А вот Менендес его жарит. Вот то, что нам надо в Армении делать – жарить их всех. Так, вы, значит, не признаете, что это был геноцид? – говорит ему Менендес. Тогда разрешите мне задать другой вопрос. И он задает такой вопрос. «Признаете ли вы, что в 1915 году, вот слушайте, ребята, как интересно, союзники Англия, Франция и Россия объединились и выпустили заявление, которое беззаговорочно обвиняет первый раз когда-либо другое государство… Я хочу, чтобы вы слышали эти слова. Первый раз когда-либо другое государство… Государство о совершении чудовищных преступлений против человечности и цивилизации. Это то, о чем я все время говорю, ребята. «Цивилизация, человечность», – спросил благородный сенатор Роберт Менендес. В ответ на это предлагаемый посол Соединенных Штатов в Турции подчеркнул, что он сам является историком, и он очень хорошо знает об этих событиях, которые там произошли. То есть, ребят, вы видите, он не отвечает. Почему? Потому что ему добро на это пока правительство не дало. Вот он сейчас ляпнет что-нибудь не так. Ну и все. Сенатор продолжал, сенатор Менендес. Принимает ли он к сведению, соглашается ли он с тем, что великий Генри Моргентау, в то время посол Соединенных Штатов в Атаманской империи, сказал, что турецкое правительство, что приказ турецкого правительства о депортации армян на самом деле был приказом изничтожения целой нации и расы. Ничего? Саттерфилд ответил, что он об этом знает. Ну, еще бы ему историку не знать. Поэтому это является дипломатическим танцем, который мы производим как нация. Вот смотрите, какие слова. Того, что даже исторический музей Соединенных Штатов, Holocaust Museum, который quasi-government entity, соглашается с тем, что армянский геноцид был. Но мы не в состоянии говорить открыто об армянском геноциде. И вот он говорит тут, мы не можем двигаться в будущее, если мы не согласимся с прошлым. Класс! Во время этих слушаний кандидат, кстати сказать, теперь он уже Саттерфилд говорит, он коснулся очень серьезных нарушений прав человека в Турции. И там уже пошел разговор о покупке этих С-400 и так далее и тому подобное. Вот он, пожалуйста, наш в Сенате человек, который очень поддерживает Alkos, как это говорят. Ну вот я вам немножко рассказал, чуть-чуть. Я вот уберу, чтобы на нервы не действовать одним и тем же. А вот теперь у меня в руках значит, очень интересная статья. Написано Fabricated Genocide, сфабрикованный геноцид. Написано A half truth is a whole lie. Наполовину правда это огромная, большая ложь. Гитлер и армяне. Вот она статья. Гитлер и армяне. Понятно? Гитлер и армяне. Ну хорошо. Вот приводятся слова Гитлера. В 22 августа 1939 года я дал команду своим бригадам смерти изничтожать без жалости и никакого сожаления детей, женщин, которые принадлежат к расе Polish speaking race, к расе поляков. Это только единственная возможность для нас приобрести эту территорию, которую нам нуждает, которой мы нуждаемся. После всего кто помнит сегодня об изничтожении армян? Ну мы все об этом знаем. Да, вот здесь в этой статье пишется, что ну Мустафа Камела Татюрк, тот, который, как говорится, основатель Турецкой Республики, в общем-то признал ответственность атаманского государства предыдущего за армянский геноцид. Интересно, что в этой статье пишется все наоборот, что это было признано ложью и очень злонамеренное. А я, ребята, думаю, что у него просто он не был дурачок, этот Камела Татюрк. Он не был турком, вы знаете, кем он был, и у него просто не было другого выхода, как сказать, да, это чудовищное преступление произошло. В общем, вы понимаете, вот я читаю статью, вот, начинаю, и я остановлюсь на этой статье. Здесь такое рассказывают про Гитлера, такое, так, как будто они знали, кто этот человек был, откуда у него росли ноги. Ребят, про Гитлера не очень-то удобно говорить, я много чего знаю, вы много чего знаете, и говорить что-то до конца о том, что мы знаем, кто такой был Гитлер, какие у него были намерения, мы можем говорить только по результатам, вот смотрите, какие результаты того, что вытворял Гитлер. Давайте говорить по результатам. изничтожена была лучшая часть германской нации, молодежь это, правильно? Результат его правления уничтожило огромное количество белой нации, было уничтожено огромное количество русских, славян, поляков, правда? То есть, в результате его, того, что он делал, мы можем прямо сказать, что была уничтожена лучшая часть германского народа и лучшая часть славянского народа. Так? Конечно, уничтожались евреи, но как они уничтожались? Оставим эту тайну евреям и Гитлеру, и никто не говорит и никогда не скажет, что многострадальный еврейский народ в очередной раз был принесен в жертву чудовищем этим. Но интересно, что в результате всего этого был создан Израиль. Так вот, вы мне скажите, есть какая-то взаимосвязь в этом? Конечно, есть. Кто-то из вас очень хорошо знает, чем он занимался, кто-то не очень. А я в это входить не хочу, мне это не нужно, это никак не касается моего народа. Был ли он представителем чудовищных сил? Конечно, был. Ну, нормальные люди подобные вещи делать могут. Ну, вот, в общем-то, более-менее на этом все. Вот по поводу этого статьи я убрал ее в сторону. Теперь, значит, тот же самый Оборотень пишет «Генерал Дро, Дросамат Канаян, нацистский преступник и армянский национальный герой». Он пишет, ну, вот он пишет, что генерал Дро родился в Игдир, Турция, в 1884 году рассказывает где, кто и что и чего. В общем, рассказывает историю великого генерала Дро. Опять-таки, она как бы эхом откликается с намерениями того же МЖД любой ценой, любой ценой защитить армян и армянское государство. Ну, вот это их бесит здесь. Вот они вот пишут и пишут и пишут и пишут. Вот они здесь показывают генерала Власова, Георгия Жильникова, которые встречаются с этим Геббельсом, ведут с ними разговоры. Вы на себя посмотрите, ребят. Вы те, кто говорит про Дро и так далее, вы посмотрите на своих людей, которые тоже хотели, наверное, свободу России в тот момент от засилия, вы знаете, кого, большевиков. не доверяли вам. А теперь я что-то хочу сказать. А теперь я вам что-то хочу сказать о наших исторических друзьях, наших, возможно, в каком-то смысле генетических друзьях, людях, которые к нам относятся очень хорошо. Я встречал их очень много в своей жизни. И кроме хороших слов об этих людях я сказать ничего не могу. Я не слышу ничего от наших людей на интернете или где бы то ни было одного слова об этих замечательных людях. Кто они? Персы, иранцы. Что-то вам хочу рассказать про персидский язык. И я не думаю, что есть один армянин, который скажет, что персидский язык некрасивый. Какая же это прелесть, этот язык? Почему мы молчим насчет наших прекрасных добрых соседей, которые совсем недавно, когда у нас были эти неприятности, так нам сильно помогли, сохранили нас. Прекрасный персидский народ. Персидский это один из древнейших индоевропейских языков в мире. Это мягкозвучащий, романтический и полный of passion. Я не знаю, что слово на русском языке. Ну, полный, ну, прекрасных ощущений и намерений язык. для иранцев поэзия играет огромную роль в их культуре. И они изучают свою поэзию как часть программы в школах. Вот приводится несколько необыкновенно красивых слов персидских. И вот они здесь вот говорят об этих словах, так интересно показывают рисунки. Но язык совершенно абсолютно невероятно красивый, чего говорить. Вот это опять-таки я чуть-чуть вот немножко упомянул о наших друзьях, о народе, который нас очень любит, который мы любим. Они вот эти вот эти истории, что это там мусульмане, то это тот, все это вообще, понимаете, мне кто-то рассказывал в шутку или нет, говорят, нас ужасно любят в Иране, иранцы. Ну, я говорю, ну, так приятно, мы же, в общем-то, тоже к ним очень хорошо относимся и относились всегда исторически. Он говорит, слушай, говорит, я не знаю, ребят, еще раз не знаю, насколько это правда, но это как бы анекдот, как бы история. Говорит, армяне, будучи христианами, им разрешается употреблять спиртной. И...